Номер один бюллетеня на предстоящих выборах в Госэдкоме – «Единая Россия». Партийцы выбрали особую предвыборную тактику – прямой контакт с избирателями. Водвиженцы активно общаются с рядовыми гражданами, собирают их мнения по разным вопросам, решают конкретные проблемы и помогают с правильным оформлением документов для участия в различных республиканских программах. Всё исключительно на свежем воздухе, во дворах, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку. И, как правило, уже в нерабочие часы, без ущерба основной деятельности и для большего охвата. О более важных предложениях, поступающих в ходе встреч, делятся с общественниками клуба «Рассвет», который сейчас как раз реализует проект «100 идей» для республики Коми. Номер два в списке бюллетеней для голосования КПСС. На встрече с исполняющим обязанности главой Коми Владимиром Уйба представители политической партии воспользовались моментом и донесли свои ключевые векторы развития республики. Предложили начать с самих законодателей. В первую очередь сократить численность депутатов Госсовета, работающих на платной основе. Зарплату достаточно сохранить лишь председателю, его заместителю и руководителям комитетов. Все остальные народные избранники должны работать бесплатно. Такая экономия позволит построить не менее пяти детских садов за ближайшие пять лет, уверенные в КПСС. А коммунисты России предлагают дать 10 сталинских ударов по капитализму. Так называется программа, с которой они идут в Госсовет. Как отмечают функционеры, их объединение – это новая современная коммунистическая партия, созданная, цитата, настоящими коммунистами в 2009-м. Идеология «марксизм-ленинизм» номер один в региональном списке Максим Сурайкин, ныне зампредседателя законодательного собрания Ульяновской области. Компартия выступает в заведении жестких норм техники безопасности и призывает создать народный контроль на каждом производстве за их соблюдением. Поводом для этого послужила в том числе недавняя трагедия на шахте Варгашорская с гибелью четырех монтажников. «Справедливая Россия» на недавней встрече с Владимиром Уйба также подняла волнующие ее темы. Это, к примеру, вопросы о принятии республики закона о статусе ее столицы – Сыктывкара, о положении дел с ФАПами, возвращении штатных медицинских работников в школы и детские сады и строительство санатория Серегова. А еще «Справедливая Россия» вышли с предложением принять программу по снижению уровня бедности в Коми и создать межведомственный координационный совет по борьбе с ней. А еще партийцы предлагают усилить в республике работу по формированию финансовой и хозяйственной грамотности населения. Пятое в бюллетене для голосования партия – ЛДПР. Список возглавляет лично Владимир Жириновский. Его коллеги на местах в предвыборный период пытаются максимально охватить своих избирателей. Выезжают на места, фиксируют проблемы, обещают помочь в решении вопросов. В целом же, либеральный демократ выступает за частичное возвращение к системе распределения выпускников медицинских и педагогических вузов, которые отучились на бюджетной основе. Поддерживают они инициативу о возрождении системы распределения студентов, которые прошли на платное отделение, но не имеют возможности платить за обучение. Таким вполне может помочь государство, а они, в свою очередь, будут обязаны за это отработать определенное количество лет по своей специальности. «Зеленая альтернатива» выступает против любой инициативы, если есть хоть малейшая вероятность того, что природа пострадает. Предлагает в кратчайшее время расширить территорию национального парка, а еще бьет тревогу из-за старых консервированных шаг добычи радио и повышения онкозаболеваний. Так, недавно команда «Зеленой альтернативы» ездила в Ухту и исследовала несколько мест между поселками Ярига, Шудояк и Водный, определила их уровень радиации при помощи дозиметра. Весь эксперимент зафиксировала на видео. А уже позже в общественной палате Коми на пресс-конференции функционеры затронули вопросы, связанные с усилением контроля за предприятиями-загрязнителями, которые работают в арктической зоне Республики Коми. В это время представители Родины своими руками ремонтируют детскую площадку в одном из дворов столицы Коми. Строительные материалы, краску и кисти предоставили местные общественники и предприниматели. Среди них и кандидат от партии Константин Басков. Третий номер списки. Выше на одну строчку – глава регионального исполкома ОНФ Елена Иванова, а на первой строчке – узник ливийских террористов – российский ученый Максим Шугалей. Беспрецедентное решение, но именно так партия старается создать максимально общественный резонанс и помочь соотечественникам, попавшим в беду. Дважды в неделю представители партии проводят дискуссионные площадки, на которых поднимают самые актуальные проблемы. Это и организация досуга молодежи, и снижение мусорного тарифа, и, цитата, «убитые дороги». Замыкает список бюллетеней КПРФ. Их представители не только работают с избирателями, проводя мидинги на центральных площадях и онлайн-трансляции в интернете, но и пытаются вывести из гонки за мандаты депутатов регионального парламента своих конкурентов. Продолжение следует...